А теперь обо всем по порядку. В первое воскресенье августа в Казахстане отметят День работников транспорта. С профессиональным праздником специалистов этой сферы поздравил Акимобласти Ерик Султанов. Североказахстанцы, внесшие вклад в развитие транспортной отрасли, получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма главы региона. Репортаж Кристины Горбаченко. Виновников торжества фойе театра встречают музыканты. Здесь же установлен стенд с самыми первыми, еще черно-белыми фотографиями транспортных узлов Северного Казахстана. Чествуют тех, кто обеспечивает связь между селами, городами и странами, доставляет грузы и перевозит людей в населенные пункты. Поздравления от главы региона Ерика Султанова, водители автобусов, машинисты поездов, пилоты самолетов и все, чья работа связана с транспортом, принимают уже в зале. Благодаря работникам транспорта обеспечивается стабильная работа и функционирование объектов промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, социальной сферы и других жизненно важных отраслей экономики. Именно развитие транспортного комплекса занимает ключевое место в президентской программе «Норложол» в масштабном инфраструктурном плане развития нашего государства. Сегодня в Северокостанской области ежедневно трудятся тысячи работников транспорта, диспетчера и механики, ежедневно-технические специалисты, водители, машинисты и пилоты, обеспечивающиеся бесперебойную жизнедеятельность региона. За многолетний труд, профессионализм, за обеспечение бесперебойной работы транспортной отрасли механик ТО «Партнер авто» Борис Патрушев удостоен ведомственного нагрудного знака «Курметы Автокуликши». А водитель ТО «Петропавловск-Норт» Андрей Илюхин стал обладателем нагрудного знака «Уздык Автокуликши». Вот уже 30 лет он управляет пассажирским автобусом, выполняет междугородние рейсы. Техника новая сейчас, намного лучше, удобнее. Желательно бы, конечно, просьба к пассажирам, чтобы они относились к нашей работе так же, как мы относимся к пассажирам. Десять специалистов отрасли получают почетные грамоты Акима области. В их числе начальник службы перевозок Петропавловского международного аэропорта Анатолий Маложенко. Сейчас, к слову, там началась масштабная реконструкция. В 2016 году воздушная гава начнет работать на полную мощность. Большое спасибо, что вы оценили мой нелегкий труд. Вот этот труд я отношу не только мой, это моего коллектива, в котором я тружусь более 30 лет. Он, кстати, присутствует тоже здесь, на сегодняшней торжественной части. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы, Елена Константинович, уделяете большое внимание нашему предприятию. Также я хочу от имени своего коллектива заверить вас. Мы вернем былую славу нашего аэропорта. Еще 16 североказахстанцам за трудовые заслуги Аким области вручил благодарственные письма. В подарок творческие коллективы подготовили праздничный концерт. О своих достижениях транспортники всегда говорят с гордостью. С прошлого года в 17 населенных пунктов региона стали ходить рейсовые и пассажирские автобусы. Ежедневно в нашей области автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом пользуются тысячи пассажиров. Перевозятся более 130 тысяч тонн грузов. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.